Спартакиада предприятий «Росуглепроф» – мероприятие традиционное и горячо любимое ее участниками. На протяжении года увлеченные спортом угольщики выходят на старт марафона здоровья на трех этапах. Первый традиционно проводится в «Жемчужине» и выявляет сильнейших в четырех видах спорта. Ребята у нас, особенно молодежь, достаточно активная, хотели участвовать в соревнованиях. Из-за пандемии мы в 2020 году смогли провести только одно соревнование по боулингу. И потом по ряду причин у нас все соревнования были приостановлены. Ну, желание, оно как бы не пропало. Ребята, я думаю, что занимались все дома в домашних условиях, либо в каких-то простых, готовились. И сегодня мы вот возобновили, ожидаем хорошей, упорной борьбы. На старт этапа в этом году вышли семь команд. Это шахтоуправление «Майское», «Талдинское-Каргайское» и «Талдинское-Южное». Прокопьевские угольные и березовские разрезы, водоканалы, студенты горно-технического техникума имени Романова. Определить сильнейших предстояло в плавании, волейболе, настольном теннисе и поднимании гири. Причем последний оказался едва ли не самым сложным. Однако люди, привыкшие ежедневно выполнять тяжелую физическую работу, с легкостью справились с испытанием. Гиря является весом 24 килограмма, поднял ее 85 раз. То есть обеими руками. Можно посчитать будет весом, сколько мы подняли за 4 минуты. И судить вам, тяжело это или нет. Являясь молодежным представителем территориальной организации «Росуглепрофа» на данном предприятии, я являюсь активистом. И поэтому капитаном команды и собираю всех молодых, перспективных, адекватных людей именно в этом месте, здесь, сейчас. Как говорят, это не труд, это отдых, но активный. Настольный теннис – игра, которая не прощает ошибок. Немного промедлил или сделал одно неверное движение, и очко уходит в копилку соперникам. Все ребята, в принципе, здесь, все присутствующие команды с разных предприятий, все ребята на хорошем уровне, выступают, играют, несмотря на то, что в жизни работают на предприятиях, тяжелый труд у них. Если же предыдущие испытания индивидуально, то игра в волейбол – это командный вид спорта. Здесь, чтобы придать играм динамики, а состязанию в целом зрелищность, тем слегка изменили правила. От классического волейбола отличается тем, что в рамках сжатого времени придумали играть одну партию до 25 очков, и для того, чтобы не задействовать множество игроков, мы сделали формат 2-1, то есть, чтобы и девушки поучаствовали, и юношам тоже было интересно. Я считаю, что спорт должен быть весь день, и важно, на каком предприятии ты работаешь. Очень хорошо, что проводят такие спартакиады, это интересно, потому что работники на такой должности, как я, и вообще на таком предприятии, на котором сейчас я работаю, они довольно-таки немножко зажатые, потому что только работу видят и дом. А такая спартакиада, неважно, первое место ты занимаешь или последнее, ты здесь развиваешься, маленечко общаешься с людьми и хорошо проводишь время в целом. В итоге места распределились следующим образом. Шахта управления «Майское золото», «Талдинское каргайское серебро» замкнули тройку специалисты Прокопьевского угольного разреза.